Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Константин Белый, я отвечаю на ваши вопросы. Вопрос был задан, поскольку мы говорим о том, что у нас печь казачка, печь казачка, колпаковая печь. Вопрос был задан, где этот колпак, откуда он взялся, что мы такое придумали. Ну, я так скажу, если печники знают, что такое колпак, они знают, что это вот такое вот большое расширение, вот здесь вот где-то горит огонь, и вот здесь вот создается колпак для того, чтобы хорошо перегорало топливо. Как уже здесь будет организован выход сюда, сюда, повороты, это уже не главное, но главное создается камера для дожига газов, и сюда еще, где-то, как говорится, поступление воздуха делается, чтобы, как говорится, этот газ лучше дожигал. Кипичные печи, это вот по примеру Кузнецова и других изобретателей, они в этом деле очень эффективные. Я сам клал колпаковые печи кирпичные, они просто изумительно работают, но, допустим, для банных печей кирпичная печь, я считаю, уже давно устарела. А те остальные печи, которые предлагались раньше, не соответствуют вот этим параметрам дожига газов и возможностей вот это вот, отобрать больше тепла. Ведь если взять печь-казачку, у нее выход температуры газа в дымоход 250 градусов. Сравните с другими печами, у них 500 градусов. Вот это как раз нам и дает колпак. Печка-казачка и на ней колпак. Вот этот колпак, вот этот колпак как раз и есть то, что я взял от кирпичной печи. Подавая сюда воздух для дожига газов, который соединяется с газами топливными, здесь происходит активный его дожиг. Поэтому колпак у печи казачки есть. Это вот этот вот верхний цилиндр. И почему он лучше всего нагревает здесь камень? Это же фактически сверху каменка. Камень здесь нагревается там до 500 градусов. Мы это меряли и, кажется, убедились, что работает это. Работает очень хорошо. Так вот, если бы обращали внимание на вот эти вот конструкции, которые были когда-то в кирпичных печах и почему-то, ну, незаслуженно были забыли, забыты были, то тогда бы, может, было бы больше конструкций. Видите, как много было бы, было бы, больше в конструкции, которые бы у нас более эффективно работали бы. Пока, пока, говорю только о печи казачка, что она работает самым эффективным образом по сравнению с другими остальными печами. Вот вам и колпак. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok